Сегодня буду готовить колбасу из мяса оленя. У меня вот такой кусочек, который нам презентовали друзья на Новый год. Я его порежу на небольшие кусочки и буду вымачивать в воде, менять воду несколько раз. Затем прокручу через среднюю решетку мясорубки два раза. Если через мелкую, то один раз. Температура фарша и мясо не должна превышать 3-4 градусов. Итак, мясо я прокрутила, добавлю еще туда свиную грудинку. Для того, чтобы придать мясу сочность и чтобы на срезе колбасы были небольшие жировые включения. Итак, буду готовить специи, которые нам понадобятся для приготовления колбасы. Количество и название специй я окажу в описании к видео. Возьму все специи согласно рецептуры, перемешаю, добавлю сухое молоко. Сухое молоко нам нужно для того, чтобы удержать влагу в колбасе и не было бульонного отека. Добавлю ледяную воду, специи. Надену хлопчатую бумажную перчатку, сверху резиновую перчатку и буду вымешивать до появления белых нитей. Напоминаю, температура фарша не должна превышать 3-4 градусов. Если у вас фарш, температура поднялась, поставьте в морозилку и охладите его. Вымешивать можно также с помощью планетарного миксера. Все, фарш я вымесила, закрою пищевой пленкой, поставлю в холодильник на сутки. За это время фарш созреет, просолится и поменяет свой цвет. Прошли сутки, как фарш стоял в холодильнике. Набивать фарш я буду вот в такую свиную оболочку, которую я предварительно замочила. И сейчас я буду набивать с помощью вот такого шприца. Набивать колбасу можно с помощью еще специальной насадки к мясорубке. Сможу растительным маслом и сюда я насажу вот эту оболочку. Субтитры создавал DimaTorzok Колбасу набили, завязали. Теперь иголочкой протыкаем в местах, где есть воздух. И сейчас мы ее подвесим в прохладное место, но в холодильнике вот в таком виде на 4-5 часов. По истечении этого времени вывешиваем колбаску при комнатной температуре для оттепления на 2-3 часа. Затем вставляем термощуп и кладем колбаску в духовку. Варим колбаску, постепенно повышая температуру до 80 градусов. Колбаса будет готова тогда, когда температура внутри батона колбасы будет 71 градус. Все, значит наша колбаска приготовилась. Для ускорения приготовления при достижении температуры внутри 60 градусов можно налить кипятка в поддон. Тогда приготовление колбасы убыстрится. Все, колбаска приготовилась. Я ее кладу в ледяную воду на 15 минут для охлаждения. И затем вывешиваю при комнатной температуре на сутки. Но у меня будет стоять вентилятор. Так колбаса быстрее просушится, приобретет плотную консистенцию. Прошли сутки, колбаска приготовилась. Сейчас я ее разрежу и посмотрим, что у нас получилось. Но на вид она уже очень красивая, плотная. Чистится колбаска хорошо, оболочка отделяется легко. Вот такая она получилась на срезе. Пахнет чесночком, перчиком, специями. По этому рецепту можем приготовить колбасу из мяса свинины. Забавляем небольшого количества говядины.